В Санкт-Петербурге спущена на воду новейшая подлодка, одной из качеств которой исключительная малошумность. Это уже шестая субмарина проекта «Варшавянка», предназначенная для Черноморского флота. На борту новейшее вооружение, его мощь и эффективность показали в конце прошлого года. Ракеты были запущены с подлодки в Средиземном море, уничтожены штабы и склады террористов в Сирии. О сегодняшней церемонии в репортаже Алексея Крепанова. Сегодня тут случай, когда сделать на память фото секретного объекта можно даже судостроителям, которым обычно это запрещено. Со стапелей адмиралтейских верфей сошли пять подобных лодок, но в цехе все равно, как на театральной премьере, нет свободных мест. Бутылку шампанского традиционно разбивают и корабельный борт. Такая примета, чтобы ходила субмарина без проблем. Экипаж, а это 52 человека, уже сформирован. Среди кандидатов провели особый отбор. Сегодня многие видят первый раз. Теоретически мы прошли подготовку, но сейчас нам предстоит практическое освоение вооружения и военной техники. Командир моторной группы Алексей Орел раньше служил на надводных кораблях Черноморского флота. От предложения буквально погрузиться в новую для себя стихию отказаться не смог. Автономность у нас 45 суток. Вооружение самое новое. Мало шумное. Со всеми задачами, которые нам будут поставлены. С любой задачей справимся. И это моряки уже доказывали. На вооружении 18 торпед, мины и, конечно, крылатые ракеты ударного комплекса «Калибр». Именно его применяли в декабре 2015-го. Подводная лодка этого же класса «Ростов-на-Дону» тогда нанесла удар по объектам, запрещенной в России террористической организации «ИГИЛ» в Сирии. Вместе с «Ростовом» на боевом дежурстве сегодня и головной корабль проекта «Новороссийск». Все лодки этой серии носят имена городов воинской славы. Старый «Оскол» и Краснодар приняты флотом. Великий Новгород еще достраивают на плаву. Эту субмарину «Колпина» назвали не случайно пригород Петербурга, где Александр Невский разгромил шведское войско, а великую отечественную красноармейцы и добровольцы защищали южные рубежи окруженного Ленинграда. Сегодня будущая боевая единица российского флота отправилась в свое первое плавание. Этот процесс небыстрый и технически сложный. Лодку в плавучем доке сначала вывезут на середину Невы и только потом спустят на воду. Впереди у корабля еще этап заводских и ходовых испытаний, когда экипаж познакомится с боевой машиной, на которой и будет служить. Субмарину длиной почти с футбольное поле после затопления вспомогательного дока на специальных тросах ведут два буксира. На плаву предстоит проверить работу уже установленных систем и смонтировать новые. Черная дыра, как прозвали ее за океаном, за малошумность и скрытность для системы обнаружения, способна разгоняться под водой до 20 узлов. Это почти 40 км в час. Интересные новые комплексы обнаружения целей и системы навигации, но всех достоинств не рассказать. Военная тайна. Это ударный ракетный комплекс, который продемонстрировал свои возможности. Это существенно увеличенные поисковые возможности противолодочных и противонадводных кораблей. Это многие те новшества, которые внесены в эту серию. На флоте признают, проект «Варшавянка» получился настолько удачным, что сворачивать выпуск подобных лодок не будут. Серию из шести субмарин решили строить здесь же, на заводе в Петербурге, но теперь для Тихоокеанского флота. Алексей Крепанов, Сергей Шилов, Георгий Льгин, Екатерина Колонецкая и Кирилл Данилов. Первый канал.